Есть разница между дополнительной дозой и бустерной дозой. Дополнительная доза делается через месяц или позже после второй для людей из очень высоких групп риска, например, для тех, у кого иммуносупрессия, у кого онкопатология. Они получают дополнительную дозу, повторюсь еще раз, как минимум через месяц после второй. Перечень групп этих людей есть в МОЗовских документах. Если вы сомневаетесь, относятся вы к этой группе или нет, проверьте, пожалуйста, и вы можете получить вашу дополнительную дозу через месяц, через два, через три, после второй, через четыре, как можно скорее.